Ты думал, до куда дойдет это дело? Думал, дядя? Чем больше мы будем складывать голову, тем больше у нас будет палачей. Что мне осталось потерять? У человека всегда есть что-то, что можно потерять. Не говори так. Никто не сможет унижать нас, если у них деньги есть в кармане. И еще тот, кто за счет денег своего действия стал распутником. Ну, булут, что ли? Значит, он начал брызгать свою грязь вокруг. Смотри, сынок. Вы с отцом защищаете друг друга. Про это я ничего не скажу. Там соленое море, а ты сладкая речная рыбка. Эта соль когда-нибудь придет и сожжет тебя. Будь внимательна. Пусть океаном будет. Мне все равно. Они надавили на меня. Ты сейчас говоришь, что включил амбиции. Говоришь, что обязательно докажешь себя. Хорошо, ладно, можно. Давай, давай посмотрим. Итак, я готова. Дядя, с твоего позволения. Давайте, удачи. Дядя, встретимся. Удачи, дочка, до свидания. До свидания. У дяди твоего душа горит. Сгорела уже, сгорела. Ну, рассказывай давай, как прошел первый день в офисе. Это было легче, чем я думал. Папа передал мне кресло. Ну, конечно же, ты забыл поговорить с отцом по поводу свадьбы, когда сел на кресло. Да нет, я поговорил насчет этого дела. А, хорошо. В пятницу мы сыграем свадьбу. Потом папа организовал свадебное путешествие. Вот так. Ты сейчас шутишь. Да нет, правда, не шучу. Ну, что поделать. Я очень упирался, но... В конце концов, сказал, ну и ладно, пусть же его желание будет. Да не волнуйся, сделаем маленькое собрание вокруг семьи. С всей семьей. У меня разве есть семья, Али? Не глупи, девочка. Пенсионер-софет один стоит, целая армия. Али, нельзя, я не могу сказать. У него сердце больное. Девочка, почему у этого отца с сердцем что-то случится? Конечно же, ты же не знаешь. С чего он? Папа знает про Булута и про отца твоего. Он видел их, он ненавидит их. Он когда-нибудь узнает? Ты же знаешь. Давай вместе скажем, пусть от нас узнают, а не то от кого-то другого. А сейчас не знаю, как правило. Я рада тебя. Я рада тебя. Pourquoi вам Hillsboroughitt? Я рада тебя. С今日 и с тобой. Редактор субрирует нас. Аня, может, я одна поговорю? Ладно, тогда я жду здесь. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Дочка, добро пожаловать. Рада видеть, папочка. Каждый днём ещё лучше тебе, я смотрю. Как дети, пытаюсь в таком возрасте на ногах стоять. Тебе будет ещё лучше, папочка, я знаю, я верю в тебя. Если бы ещё я смог поверить. Ну не говори так, папа. Велик, ничего плохого нет, дочка? Нет, папа, нет. И Али в порядке? И в порядке он тоже. Почему тогда у тебя такое лицо? Папа, мы переехали жить в семье Али. Почему? Его отец так захотел. Ладно. А тебе там удобно? Мы справляемся, папа. Какие они люди? Папа и всё. Они к тебе хорошо относятся? Очень богатая семья. Мы живём в доме. Да брось ты богатство. Ты счастлива? К тебе не относятся нагло? Нет, папочка, пока ничего такого нет. Твой язык говорит одно. Но как будто лицо говорит другое. Отец Али захотел нам сыграть свадьбу, папа. И организовал медовый месяц. Хорошо как. Да будет во благо. Мы на самом деле не хотим эту свадьбу. Чисто ради формальности. Но для отца они так, не говори. Какой отец не захотел бы видеть так своего ребёнка? Знаю. Ты всегда хотел видеть меня в платье и фате. Увижь, дай бог. Папа. Я не знаю, как я скажу. Семья Али... Это... Что? Ты им не нравишься? Я не говорила такого, папа. Богачам не понравится дочка служащего. Они... Для меня нет никакой ценности этой свадьбы. Но если ты хочешь прийти... Нет, дочка, я не буду уставать. Да я не оправился ещё. Желаю тебе счастья, дочка. Пусть всё будет так, как ты хочешь. Я сегодня очень много занимался и устал. Я прилягу. Помоги. Спасибо, дочка. Спокойной ночи, папочка. Спокойной ночи, дочка. Продолжение следует... Я не смогла его познать. Я не смогла сказать, приходи. Я не смогла сказать, приходи.